Волонтёров общероссийской акции «Взаимопомощь и мы вместе» наградили грамотами и памятными медалями президента. Добровольцы более полугода оказывали поддержку пожилым и маломобильным жителям Мурманска в это непростое время пандемии. Из-за пандемии в жизни каждого человека произошли кардинальные изменения. Для многих людей волонтёры стали единственными помощниками в доставке еды, воды, лекарств и прочих необходимых вещей. Такая поддержка оказалась особенно важна для пожилых и маломобильных групп граждан. Представьте, если бы эти пожилые люди пришли в магазины, пришли в сферу обслуживания, безусловно, мы бы просто многих из них потеряли. Просто их не было бы сейчас в живых. Понятно, что им же нужна помощь. Нужна помощь, чтобы сходить в аптеку, купить лекарства. Нужна помощь, чтобы принести продукты. И очень приятно, что сразу же нашлись люди, и много нашлось людей, которые помогали после работы, до работы, после учёбы. Волонтёры акции «Мы вместе» начали свою работу в марте 2020 года и до сих пор трудятся, отвечая на все заявки нуждающихся в их помощи мурманчан. Бескорыстный труд активистов отметили грамотами и памятными медалями президента России. Но главная награда – улыбки благодарных северян. Было просто приятно наблюдать за тем, как люди в возрасте довольны тем, что им помогли. Это, наверное, самое главное. Потому что ты приходишь, ты приносишь, вроде кажется, что ничего особенного, ты приносишь продукты и лекарства, но ты увидишь улыбку на лицах этих людей, и это самое дорогое. Пандемия снова набирает обороты. Опасность заразиться коронавирусом у людей в возрасте старше 65 лет растёт. Поэтому волонтёрское движение продолжает свою работу. Сегодняшняя ситуация обязывает нас продолжить эту акцию. И неделю назад была объявлена снова самоизоляция 65+. Поэтому заявки в волонтёрских центрах исполняются по сегодняшний день. По сути, она и не прерывалась. За время пандемии стало ясно, насколько важно быть сплочёнными и сколько можно сделать – помочь, спасти, выручить, если объединиться все вместе. Своими добрыми делами волонтёры показали, что даже в такое непростое время всегда найдётся место для подвига. Продолжение следует...